Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Тема сегодняшней программы «Как здоровье зубов влияет на здоровье всего организма». Сегодня у нас в студии физиолога Гульселя Гельметовна. Это главный штатный специалист-стоматолог Министерства хранения Ульяновской области, кандидат медицинской науки. Здравствуйте, Гульселя Гельметовна. Добрый день. Здравствуйте. Я очень рад вас приветствовать. Тема сегодня у нас такая очень интересная. Мы постараемся максимально ее раскрыть для наших телезрителей. Скажите, пожалуйста, вообще стоматология, как одна из отраслей медицины, очень такая развивающаяся отрасль, одна из самых таких технологичных. Скажите, помогает это вообще как-то влиять на здоровье зубов нашего населения? Вопрос очень современный, Павел Сергеевич, и потому все на себе заметили, насколько стоматология интенсивно развивается, в том числе в Ульянской области. Очень технологически, как вы напомнили. И у нас очень много применяется оборудования и стоматологических материалов. Нет никаких стоматологических манипуляций, которые бы не проводились без применения оборудования или инструментария. И, конечно, сегодня это стоимость, это сегодня объем медицинской помощи при стоматологических заболеваниях. И мы внедряем современные новые технологии, как нас требуют инновационные технологии. А вообще, насколько заболеваемость высока? Ну, вообще по стране, может быть, в Ульяновской области какую-то статистику скажете. И вот насколько, не могу не затронуться тему, коронавирусная инфекция повлияла на рост все-таки заболеваний зубов и ртовой полости? От 90 до 100 процентов нашего населения имеют кариес и его осложнения. 90 процентов? Кроме кариеса, в полости рта встречаются заболевания слизистой оболочки полости рта, заболевания онкопатологии, заболевания челюсти лицевой области и травматические заболевания. И потому в той или иной степени наше население один раз в год должен посетить стоматолога по месту жительства или по желанию, куда он пойдет. И, конечно, государство это предусмотрело, и организация готова к этому по зоне ответственности. А вот онкологические заболевания уже сейчас, что говорить вокруг и около. Есть, конечно, относительный рост тоже злокачественных образований и ртовой полости, и челюсти лицевой зоны. Скажите, пожалуйста, что должно насторожить человека, чтобы обратиться к врачу именно с этой проблемой? И, может быть, какие-то есть симптомы, может быть, какие-то. И есть ли какой-то онкологический скрининг, и как часто нужно его проходить? Вот онкологический скрининг именно в стоматологии. В стоматологии онкозаболевания встречаются часто, так как пол терта – это начало пищеварительного тракта анатомически. Всё агрессивно попадает в начале пол терта. Онкоскрининг какой-то существует в стоматологии? Онкоскрининг существует. Какой он? Вот пришел пациент в поликлинику стоматологическую, да? Есть у нас группа риска. О, вот. Кто сюда относится? Группа риска – это возраст 40+. У кого есть вредные привычки, у кого есть больные зубы, у кого есть разрушенные протезы, у кого есть жалобы на те или иные ощущения от приема пищи. То есть холодный, горячий, если чувствует... Холодный, горячий – это относится к твердым тканям. И здесь у нас больше страдают кости. Наш пациент при первичном посещении в 100% случаев проходит осмотр полости рта. И каждый специалист стоматологического профиля, стоматолог-врач или зубной врач обязательно проводит осмотр, акцентирует, какие зоны риска имеются у каждого пациента. Собираем анамнез, осматриваем и рекомендуем пройти те или иные исследования. Дополнительно, да? Дополнительно. Изначально мы обращаем внимание, насколько в полости рта имеются наши заболевания, которые мы должны лечить. Непосредственно? Непосредственно. Это разрушенные зубы, это подлежащие удалению корня, это нарушение гигиены полости рта или образование на слизистой оболочке. То есть специалист это уже все видит? Специалист все это видит. Визуальные формы изменений в полости рта. И надо еще сказать, хочу сказать, что это все же идет по полюсу ОМС, да? То есть он идет... Да, конечно. То есть обследование все входят именно в стандарты обследования? Разумеется. Разумеется. И у нас дополнительные методы обследования имеются. Для этого мы купили аутофлюоресцентную стоматоскопию, так называемую. Это люминесцентная стоматоскопия. И светится зеленым светом. Специальные аппараты в 11 отделениях у нас присутствуют. В 11 отделениях? В 11 отделениях закупили в 2019 году. По сути, каждый район обеспечен? Каждый район города Ульяновска обеспечен. И потому, если пациент попадает к специалисту и врач видит тревожные моменты, обязательно отправляет или к парадонтологу, или к хирургу. И, естественно, проводит все эти обследования. Также для исключения костных форм онкологии адонтогенные, ну, зубные осложнения, так называемые. Они ведь сидят крепко в челюстях, и там много чего, которое мы не видим. И вы помните... То есть визуально это не видно? Визуально не видно. И мы, помните, купили ортопантомографы цифровые во все отделения, когда объединились. И сейчас во всех районах города Ульяновска стоят ортопантомографы. Единственное, что частично они платные. Так как мы купили за счет платных услуг, мы оказываем помощь инвалидам, детям бесплатно. И есть определенная группа. Ну, она недорого стоит, стоит того. То есть необходимо, это приемлемо вполне. Необходимо и приемлемо, и нам очень помогает. Мы видим обзорно, и мы видим комплексно. Также мы купили компьютерный томограф буквально два года назад. Это вот получилось так, что... Это уже цифровые технологии подключились. Цифровые технологии, да. И когда у нас есть какие-то необходимые аналитические данные для нас, мы включаем, берем на компьютерную томографию и смотрим глубокие слои челюстно-лицевой области. А что еще есть цифровые технологии? Потому что сейчас цифровые какие-то современные методики, они все равно вклиниваются в медицину вообще, да. И в том числе стоматологию. И без этого как бы уже не обойтись. Что еще у нас в регионе применяется? В регионе у нас есть цифровые микроскопы. Также мы купили цифровой микроскоп. Да, это не дешевое удовольствие. Выше миллиона стоит этот микроскоп. Но тоже диагностика более прицельная такая, да. Диагностика эндодонтическая. И внутри зуба мы работаем. Мы работаем около зуба. Это под таким увеличением, когда есть в этом необходимость. Дальше есть цифровые технологии. Есть у нас 3D-технологии. Называется в ортопедической стоматологии. Когда изготавливаются не методом зуботехнических работ, которые ручным способом, а сканированием и передачей этих данных на сканер и, естественно, на аппарат. Есть много цифровых технологий. И нам это очень помогает. То есть продвинулся вообще стоматологии, да, в плане цифровой стоматологии? Дальше, Павел Сергеевич, обязательно нужно это акцентировать. Я почему говорю про поликлинику стоматологическую. И мы все эти технологии, которые имеем в поликлинике, направили на рабочие места врачей. А наши врачи, которые сидят в системе ОМС, все работают за компьютерами. И любой рентгеноснимок, компьютерная томография выходит на рабочие места врача, анализируется и в режиме... Принимается решение потом, да? Принимается решение, тут же консилиумы можно собрать, тут же получить второе мнение. В этом плане мы это отработали. Максим Григорьевна, а вот еще по поводу... Есть-то... Ну, вы уже сказали об этом, да, заболевание парадонта, да? Поэтому я хочу сказать про парадонтологов. Вот насколько часто встречается заболевание десен, да? Правильно я говорю, да? И вот насколько часто нужно посещать парадонтолога, чтобы как-то вот действительно профилактировать, чтобы не возникали заболевания зубов уже непосредственно? Здесь необходимо отметить, что парадонтология такая область, где зубодесневой край подвергается воспалению в той или иной степени. Первичным фактором является в основном бактериальный фактор. Почему я и сказала, что полтерта, начало пищеварительного тракта и входные ворота всех инфекций. И я не буду сегодня объяснять функции полости рта, где человек изначально получает первый анализ пищи, воды, вкусовые рецепторы работают, формируется пищевой комок, проглатывается, обеззараживается слюне, если есть какие-то факторы, которые должны быть обработаны. И, конечно, здесь срабатывает, почему я про слюну говорю, иммунитет полости рта. Да. Если иммунитет слабый, если пациент к себе относится не очень корректно, если имеется во рту бактериальный фактор, и, конечно, подключается заболевание парадонтит. Они сейчас парадонтитом называются, раньше парадонтозом назывались. И появляются первично какие-то отложения. Они вначале мягкие отложения, могут быть потом и твёрдые отложения. Эти твёрдые отложения разрушают зубодесневой карман, связку, и, конечно, в грустных случаях приводят к расшатыванию и потерю зубов. Население до 80% имеет заболевание парадонта. С этой точки зрения мы обязательно рекомендуем при посещении стоматолога гигиенические процедуры. Мы мотивируем пациента, мы проверяем, и даже у нас есть специалисты, которые обучают гигиене и потом контроль гигиены проводят. Конечно, не очень нравится пациенту, когда мы говорим, вы знаете, вот здесь необходимо чистить, вот здесь вот, чтобы у вас не было пищевых отложений. Ну, наш пациент говорит, я же помыл. И тогда уже есть... Мы, стоматологи, аккуратненько стараемся довести до пациента. Есть такое выражение у меня, вы знаете, у вас тут щётка плохо работала. И это действует. Когда показываешь пациенту зеркалом, вместе смотришь, что в самом деле щётка плохо поработала. Но, Павел Сергеевич, здесь необходимо отметить ещё, то, что мы говорим, сколько раз надо чистить зубы, это предопределяя ваш вопрос. Рекомендуется два раза. Два раза в году, да? Нет, я имею в виду не чистых зубов, а посещение протоколова. Два раза в день, два раза... Чтобы два раза в году не посещать стоматолога, иметь здоровые зубы, нужно не менее двух раз в день чистить зубы. Это обязательно, это прям законно. Законно, да. Но в течение дня человек принимает пищу. Ну, можно полоскать, наверное, да? Обязательно. И частота полоскания опять должна быть... Как часто мы руки моем, так же часто можно полтерта полоскать. После того, как перекусили, после того, как приняли любую пищу, обязательно должна быть обеспечена гигиена собственно самим пациентам. Ну, кстати, да, Муся Григорьевна, а вот заболевания зубов, дёсен, да? Ну, вы уже сказали, это входные ворота инфекции, да? Это начало желудочно-хищечного тракта. Могут ли заболевания зубов, дёсен, парадонтер вызвать, например, лорозаболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы? Вот ваше мнение, как специалист высокого уровня? Павел Сергеевич, ну, необходимо отметить, что анатомически полосерта располагается... Это продолжение. Почему я и говорю, начало пищеварительного тракта, носоглотка, ротоглотка. Ну, лорозаболевания однозначно, конечно. Однозначно. А вот сердечно-сосудистый, дыхательный. Они взаимосвязаны. Взаимосвязаны. И потому мы очень хорошо это замечаем, когда приходит к нам инфекция. Типа гриппа, типа коронавируса. Тот же. Мы не замечаем, что во рту какая-то реакция. Мы сразу замечаем, когда уже у нас с носом какие-то проблемы с дыханием, ещё что-то. Но к этому времени уже в полости рта инфекция развивается, так как там многие факторы... Там проживают и пребывают около 40 тысяч вирусов и микробов. И им там хорошо живётся. Темно, сыро, сытно. И сыты... Вольготно. Вольготно. И вот они там плодятся, размножаются и, естественно, выделяют свои продукты жизнедеятельности. То, что вы говорите, насколько заболевание сердечно-сосудистой системы, насколько заболевание желудочного тракта, это взаимосвязанное с полостью рта. Конечно, взаимосвязанное. Ещё в полости рта очень много кровеносных сосудов. Там мышечные ткани, они чисто функциональные. Они не перекрыты. И всё, что мы в рот берём, естественно, через некоторое время это всё начинает через слизистую всасываться в том числе. И если взять эндогенные очаги, то, что это разрушенные зубы, наличие кариеса, это, в принципе, грустное место, где бактериальный фактор, который разрушает зуб, в режиме круглосуточного времени выделяет свои кислоты и, как сказала, продукты жизнедеятельности. А пациент всё это глотает. Если иммунитет не сработал, если своевременно не устранил эту причину, то, конечно, получается именно бактериальный инфекционный фактор. Ещё, Павел Сергеевич, когда мы идеологию патогенез учили, там же всегда приводится разносторонне. Не говорят, вот здесь только гирус работает, вот здесь только микробы работают. Всё это системно, комплексно. И ещё тревожный такой момент есть, когда уже кариес переходит в осложнение кариеса, так называемые пульпиты, передонтиты. Вся эта инфекция уходит в костную ткань, в верхушку корня. А там уже уходит напрямую в сосудистые русла, в кровеносную систему. И, конечно, он может быть спусковым моментом, в том числе сердечных заболеваний. Пусть аргументная, вы всегда говорили об этом, что прививать культуру ухода за зубами, за ртовой полостью ещё с детства. Как вы относитесь к открытию зубных кабинетов в школах, возобновлению вот этого? Как у нас в регионе обстоит с этим дело? Ну и вообще ваше мнение по этому поводу? Да, много говорю про гигиену полости рта, Павел Сергеевич, у меня даже выражение появилось как хэштег «Во рту должно быть чисто». Да, и это работает. И для прививания к нашему населению гигиенических навыков, так как у нас самый большой процент заболеваемости полости рта, естественно, из-за того, что нарушена гигиена полости рта. Остальное вторично. Вторично, так как иммунитет, говорим, нарушается или ослабевает организм. А для того, чтобы приявить человеку гигиенические навыки, нас изначально жизнь учит. Я почему говорю про мытье рук, помыться утром, привести себя в порядок. Но оказалось так, что около 70% детей говорят, что мы чистим два раза в день зубы, а чистят один раз. 10% детей говорят, что вообще не чистят зубы. И вот есть такие семьи, я почему только детский возраст привожу, значит, в семье не принято проконтролировать, доводить, заставлять, приучить. И для этого нам приходится работать и с родителями, и с детьми. В поликлинике города Ульяновска мы в 2019 году открыли кабинет гигиены. Помните, да, вот этот момент. Этот кабинет находится на железнодорожной 19. И там очень красивый кабинет. Небольшой, но четыре раковины. Все в зеркалах. Принимает врач. Есть у нас демонстрационные фильмы, которые на мониторе. И мы вначале думали, что люди не придут. Ведь у нас есть организованное население, есть неорганизованное население. А неорганизованное население, конечно, приходит, и за тот отрезок времени, пока лечатся у врача, трудно воспринимать что-то. Или думать про зубы, или про гигиену. А когда видят мамы и родители, я почему называю железнодорожные 19, там детская у нас стоматология в том числе имеется, они приводят своих детей, там можно проводить групповые семейные уроки гигиены, которые и подготовлены для этого. А школьные кабинеты, они необходимы. Необходимы для того, чтобы приблизить стоматологическую помощь к детству, к ученикам. Потом есть ведь приказы и постановления не только про стоматологию, и в общей сети, что дети должны быть обучены гигиене, общей в том числе. А стоматология, так как идет отдельными приказами и постановлениями, она всегда идет и параллельно. Если вы помните, скажем, в советские времена у нас были детские стоматологические кабинеты. Я помню. В школах, да. И все мы проходили осмотры, все мы проходили лечение. Возможно, это нам позволило сохранить наши зубы сейчас. Может быть, и так, да. Потому что мы обучены, приучены, и мы понимаем. И одной из задач, когда опять-таки мы объединились, моя задача была вывести школьную стоматологию в отдельные кабинеты. Это с 2015 года была проведена работа. Тогда мы со школами, где 500 и более детей, составили договора. Школы нам предоставили помещение. Мы оборудование и кадры, мы вышли туда для санации детей. Но получилось так, что пришел ковид, всегда найдется какая-то причина, еще что-то. И эти кабинеты приостановились из-за инфекционного фактора. И в настоящее время эта работа возобновляется. И она будет возобновлена, она нужна. И еще один фактор был, что нехватка кадров. Я почему говорю про гигиенические только факторы. Для того, чтобы обеспечить первичную гигиену полости рта, необходимо, чтобы специалист владел гигиеническими навыками, навыками пояснения, навыками контроля. Для этого достаточно, чтобы там работал средний медицинский работник. И в стоматологической среде сейчас имеется такой специалист, гигиенист стоматологический называется. Гигиенист стоматологический. Это не врач-стоматолог? Нет, это не врач. Совершенно прямо. То есть это обучает специально? Средний медицинский работник, если сравнить с общей сетью, уровень фельдшера. И этот средний медицинский работник должен осмотреть, должен прочитать лекцию. Или провести беседу. Если не прочитает, то, значит, мы с высшим образованием должны подготовить и предоставить все это, потому что мы курируем, мы рекламентируем. И оказать помощь в плане гигиены. Это определение гигиенических индексов называется. Ведь сказать пациенту, у вас зуб подлежит чистке, сказать это ничего не сказать. Но у нас есть такие методы. Мы берем цветовые, у нас есть такие таблетки, краски, и показываем уже в зеркале пациенту, вот у вас до чистки, а вот у вас после чистки. И вот это все можно провести на уровне школьной стоматологии. И, конечно, определить индексы гигиены. Определили. Дальше можно профилактику провести. А для профилактики у нас есть методы фторопрофилактики. Вы тоже это помните. И одна из причин появления кариеса это недостаток фтора. Кстати, необходимо отметить, что у нас в Ульяновской области низкий процент фтора от 0,5 до 0,9. Это считается низким процентом. И еще гигиенист стоматологически может провести запечатывание фессур. Это не для многих знакомая процедура. Если прорезали зубы и имеется недостаточная зрелость ткани эмали, мы запечатываем фессуры, чтобы туда не попал бактериальный фактор, и не образовался кариес. Это доказано. Это работает. Защита такая. Защита такая. Это работает. И мы сейчас это проводим. И гигиенистов стоматологических мы хотели уже и раньше готовить, но не было возможности. Я благодарна Министерству здравоохранения Ульяновской области, Ульяновскому государственному университету поняли и, конечно, правительство, что запустили этот цикл обучения. Он не цикл, а именно курс. Набрали туда студентов, и они должны обучаться год и 10 месяцев. Когда они выйдут, они пойдут как раз в школьные кабинеты, в центры здоровья, и, конечно, будут работать в профилактических бригадах. Мы сегодня столько с вами рассказали о профилактике заболеваний зубов. И тем не менее, почему люди обращаются к зубным врачам, к стоматологам, только когда уже, как говорится, сейчас очень поздно. То есть, когда уже сильно болит, или уже идет кариес, или еще какие-то осложнения. Почему так происходит? Почему все-таки у людей нет такого, что действительно профилактически идти к зубному врачу, к стоматологу? Какие факторы действительно препятствуют этому? Ваше мнение личное. Мое мнение такое. Первая задача – забота о здоровье должно быть. Ведь если у нас где-то что-то болит, кто об этом знает? Пациент. И пациент должен идти, если есть какой-то сигнал, значит, он должен идти к специалисту. Сразу же? Абсолютно. Я консервативный медик с этой точки зрения. Да, врач для меня – это тот человек, который имеет высшее образование, обязательно разберется в ситуации, и если сам не решит, значит, даст направление. И, естественно, закроет эту тему. То есть просто нужно обратиться? Конечно, обратиться. А с другой стороны, есть такие пациенты, которые, ну, пройдет, пополоскал – пройдет. Значит, на эту сторону жевать не буду – пройдет. Но когда есть сигнал, и с сигнала до того момента, когда он вынужден уже прийти, проходит такое время, зуб успевает разрушиться, естественно, его приходится удалять или вкладывать туда кто-то за личные средства, кто-то государственные деньги, и, естественно, провести комплексное лечение. И, мало того, комплексное, естественно, и протезирование, не дай бог, если удалиться. Сегодня стоматология – недешевая отрасль, как мы уже сказали. Но нужно нам сейчас максимально поработать с населением, что профилактика все-таки дешевле, и забота о здоровье человека в его руках. Ну, то есть, как и любые другие хронические инъекционные заболевания, то есть легче профилактировать заболевания зубов и десен. Гульсер Гиммедович, не могу об этом не спросить вас. Я знаю, что в стоматологии, ну, наверное, как ни в одной отрасли, применяется очень много оборудования, очень много медицинских изделий, в том числе и импортного производства. Вот сейчас как обстоит дело с этим? Как у нас в регионе, вообще с комплектующими, со средствами, которые применяются в стоматологии? Ну, в свете последних событий, ситуация изменилась. Если до этого у нас оборудование было до 80% импортным, оно так и осталось сейчас, мы получаем. Но другое дело, что ушли компании, которые из Германии, которые ушли с США, ушла Франция, частично осталась Италия, и Китай, и Япония, Корея с нами. Нам этого достаточно. Мы успели поработать и изучить все технологии, которые были доступны для нас. И на сегодня мы умеем, во всяком случае, пользоваться всеми технологиями. На том же уровне, да? На том же уровне. И буквально вот по итогам 2022 года, и мы же готовимся на 2023 год закупки, насколько... Ну, 2023 уже даже, наверное, запал таким на 2024 год уже, да? Конечно, да, да, да. И у стоматологов нет большой тревоги, что у нас чего-то не будет хватать. У нас имеются анестетики, у нас имеются стоматологические материалы, у нас имеется все. Если чего-то у нас не хватает, мы сейчас большая команда, быстро устраняем, приводим соответствие. Хорошо. То есть находим какие-то аналоги тоже, да? Конечно. И все такое прочее. Спасибо большое, Горсия Геметовна, за такой откровенный, хороший разговор. Я думаю, очень много полезного у нас услышали наши зрители. Спасибо большое. Спасибо вам, Павел Сергеевич. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова